К нашей беседе подключается Игорь Эйдман, политический эксперт, российский социолог и публицист. Буквально с секунды на секунду мы с ним выйдем на прямую связь. И вот эти секунды уже прошли. Игорь сейчас с нами на связи. Здравствуйте, рады вас видеть. Так, ждем подключения. Хочу увидеть Игоря на экране. Здравствуйте, Игорь. Видим, здравствуйте. А вот картинку вы настроили. Благодарим вас. Есть ли звук, скажите, пожалуйста, Игорь. Слышим вас. Скажите, пожалуйста, как вам, как вам, как вам? Вот так вот мы в прямом эфире работаем. Пока наш гость настраивает картинку, хочется на самом-то деле поделиться еще интересными наблюдениями. В России, в МГУ в этом году открыли кафедру военной журналистики. Вот так вот. В принципе, люди, которые работают с микрофоном на передовой, и, по сути, их задача покрывать военные преступления Кремля, уже смогут получить даже официальную корочку своей профессии. Так что за этим мы тоже проследим. Игорь, здравствуйте. Рады вас видеть еще раз. Здравствуйте. Как вам вообще вот эта книга правил, по которой Министерство обороны хочет обучать своих военных нести воинскую службу, то есть не носить новую форму, которая будет выдавать вас противнику, не стрелять лишний раз из автомата, потому что это бесполезно, патроны надо экономить. Ну и, в общем, набор другой ереси. Честно говоря, когда мы это впервые увидели, казалось, что это какой-то троллинг, какая-то шутка. Но вот нет. Действительно, Минобороны утвердила такую брошюру. Ничего удивительного здесь не вижу, потому что, что называется, предела человеческой глупости нет. И Министерство обороны, как и другие российские ведомства государственные, демонстрируют, что они могут пробить любое дно, и любую глупость, любую подлость. Для них это, в общем-то, совершенно естественная вещь. Что говорить о Министерстве обороны, можно послушать, что говорят, например, российские дипломаты, какой они бред несут. Так что ничего, собственно, я тут удивительного не вижу. Тем более это в их логике, в логике вот этой преступной войны, которую они пытаются как-то камуфлировать под какую-то там, что называется, спецоперацию, в их логике строить свою деятельность, свою, собственно, боевую. Вот эту деятельность на какой-то обмане, обмаскировке, на каких-то хитрых, значит, попытках закамуфлировать себя, скрыть, что называется. Но я не думаю, что это все будет иметь какое-то отношение к реальности, потому что все эти документы, которые принимает Министерство обороны, такое ощущение, что это просто работа ради работы. Просто люди отрабатывают свои там корочки и звездочки на погонах. По большому счету, не это определяет ход войны, не это вообще влияет как-то на жизнь. Влияет на жизнь действия ВСУ, прежде всего, и ход боевых действий определяется не российской стороной в последнее время, а российская сторона здесь пытается, видимо, закамуфлировать свои поражения вот какими-то такими дурацкими нормативными актами. Игорь, ну если книжка, о которой идет речь, это такое практическое пособие для военных, то для студентов пишут идеологические методички, в частности, собираются ввести в вузах российских новую дисциплину изучения российской идеологии. А суть нового предмета в Кремле описали так, запад загнивает, а у нас большое будущее. Как вы относитесь к таким новым урокам жизни? Тоже ничего удивительного не вижу. В России восстанавливается тоталитарное государство, в значительной степени используют советские опыты. Я принадлежу к тому поколению советских людей, которые учили в своих вузах научный коммунизм, марсистско-ленинскую философию, историю КПСС и прочие так называемые идеологические дисциплины. Ни к чему это, конечно, хорошему для властей не приводило, кроме того, что прививало студентам устойчивое отвращение к этим идеологическим догмам и этим идеологическим построениям, которые в этих учебниках содержались, которые заставляли учить, сдавать там зачеты, экзамены по ним и прочее. Я думаю, сейчас то же самое. Люди, вот типа так называемые идеологи путинские, типа Мединского и прочих, они подсуетились, выпустили такие учебники, сейчас их будут внедрять усиленно в российских вузах, но ни к чему это не приведет, кроме того, что студенты еще больше возненавидят эту идеологию и вообще то, что идет в их направлении со стороны власти, что их заставляет новое, ненужное совершенно, которому никогда не пригодится изучать какую-то странную эту дисциплину. Тем более, я уверен, что это будет обязательно, если несчастного через какое-то время, будут там незачеты ставить, ну то есть тем самым они только вызовут дополнительное раздражение, недовольство со стороны и так наименее, вернее, лояльного части населения, молодежи, студенчества. Игорь, вот если вы говорите, что на студентов это не подействует, а как будет со школьниками? Напомню, что в школе с этого года уже ведут так называемые разговоры о важном, ну в ходе которых учат, как правильно любить родину в лице Путина. На школьников это оказывает воздействие? Да, ну я думаю, там как бы есть, надо поделить младших школьников и старших. Опять-таки опираясь на советские опыты, раз он такие сейчас активно внедряется, да, ну младшие школьники, когда они там вступали во всякие октябрята, пионеры, они в силу просто еще своей, что называется, юности, да, или младости, они просто не понимали еще, что это за странная игра дурацкая и не знали ей цену. И поэтому относились к этому всегда в Советском Союзе серьезно, да. Пионеры там очень такие были все серьезные. А уже к комсомольскому возрасту, то есть 9-10, сейчас 11-й, соответственно, классы, уже относились ко всей этой идеологической дребедении с нескрываемой насмешкой, издевкой и презрением. Я думаю, будет примерно то же самое. То есть совсем маленьких, совсем юных, да, школьников, они будут, естественно, накачивать этой идеологией. И те, если не получают в семье отпор, да, если их семья в этом не поддерживает, те будут верить во всю эту трахинею. А потом, перейдя уже в подростковый возраст и в старшие классы, они, естественно, от этого будут отказываться и посмеяться над самими собой, в том числе в юном возрасте, когда они всерьез в это все верили. Игорь, вот вы кассетуете на то, что этот разрыв между реальностью и выдуманным Кремлем миром, он может общество только насмешить. Означает ли это, что будет увеличиваться раскол? Ведь когда одна часть общества понимает, что это все ложь и выдумки и мифы власти, а власть при этом пытается создать иллюзию новой жизни, это же должно привести к какому-то противостоянию? Иначе что? Ну, я, во-первых, не сетую, а вполне удовлетворен, что в российском обществе, тоталитарно в российском обществе, нарастает определенный раскол, потому что это подрывает единство и силу вот этого преступного путинского режима. Что касается раскола, да, это действительно такие действия будут только обострять его. Причем конкретно скажу, какой раскол? Раскол и конфликт между поколениями. Потому что реально происходит в России существенный раскол между молодежью и людьми более старшего возраста. И чем более люди старше, тем их взгляды противоположнее, противоположнее, что ли, чем взгляды молодежи. Это мы видим даже по официальным социологическим опросам. Молодежь в наименьшей степени подвержена путинской пропаганде, в наименьшей степени смотрит телевизор, соответственно, она в наименьшей степени поддерживает войну и вообще сам режим. Значит, чем старше опрошенные, чем старше люди в России, тем с большей вероятностью они зомбированы телевизионной пропагандой и целиком поддерживают все происходящее в стране, в том числе и преступную войну. Когда молодежь будет заставлять, чем больше молодежь будет заставлять присягать вот этому режиму на всяких там специальных уроках, там мужество, фигужество, я не знаю, как это называется, в вузах идеологических дисциплин, тем больше на нее давить будут, тем больше она будет выходить из поминовений, больше у нее будет недовольство и возмущение. Так уже было, как я говорил, в советские времена, и именно так реагировала тогда молодежь на идеологическое давление со стороны государства. Игорь, вы вспомнили про идеологов Путина. А расскажите, что это за люди или это целые структуры, которые отвечают за идеологию современной России? Как вообще они работают? Да, это интересная тема. Просто если во время, опять-таки, СССР, мы его все время вспоминаем сегодня, была четко выстроена такая идеологическая структура, вертикальная, да, во главе стоял там поздним СССР главный идеолог Михаил Суслов, дальше там при каждом обкоме были свои идеологические отделы. Сейчас в этой идеологии, которую они пытаются нас создать, там творит некий хаос и конкуренция. Есть разные персонажи, претендуют на то, чтобы быть идеологами этого режима, а этот режим в лице Путина не дает ни одному из них какого-то карт-бланши на идеологии. Это Мединский, например, который много написал уже всяких, ник по фолькс-хистори, народной истории, то есть история такая примитивная, большей частью мифологизированная и придуманная. Главный месседж там во всех его книгах, какие замечательные, великие, прекрасные были русские люди, и как все вокруг нехорошие их пытались обидеть. Вот вся история подается именно с такой параноидальном ключе, таком подается, значит, Мединским и другими его единомышленниками. Есть еще известный философ Дугин, который так немного позамысловатий, чем Мединский, тоже претендует на роль идеолога, он позамысловатий. Он не просто там в фолькс-хистори сочиняет, он сочиняет всякие конструкты геополитические, евразийские, с упором на всяких традиционалистов, геополитиков, всяких хаус-хоферов, Львов, Гумилевых и прочее-прочее. Надо сказать, что Дугин слишком замысловат для этого режима, и в том числе для самого Путина. Я думаю, поэтому шансы его стать главным идеологом не велики. Ему Путин как-то попроще, ему, мне кажется, больше нравятся люди типа Мединского. Есть еще Никита Михалков, небезызвестный, который хоть сам и не является там каким-то писателем большим, но он продвигает активно вот эту такую русопятскую консервативную идеологию. Он был всегда фанатом Ивана Ильина, такой известный философ русский, авторитарист и националист, который приветствовал приход Гитлера к власти и всячески симпатизировал итальянским фашистам и германским нацистам. Его тоже вот Михалков вместе с этим Ильиным, уже давно, естественно, покойным, пытаются тоже влиять как-то, он Михалков через Ильина, на эту государственную идеологию. В общем, как бы там конкуренция и разлад, а главное, что до народа, до населения все это доходит не в каких-то идеологических построениях, а совсем брутально вульгарных конструкциях, которые транслирует российское телевидение, всякие безумные Соловьевы, Киселевы и прочее, прочее. Игорь, скажите, а вот в связи со всем тем, что наворотили идеологи Путина, насколько серьезная трансформация необходима российским школе и институтам, университетам после Путина? Да, ну это, конечно, вопрос довольно сложный. Я думаю, что по большому счету у нас есть опыт, да, как переходил советский, советская высшая школа, советское образование переходило уже в постсоветский. То есть просто ампутируется вся идеологическая составляющая. И то же самое, я думаю, произойдет после Путина, вся эта идеологическая бред, этот весь ампутируется, а наиболее такие отвязные, что ли, преподаватели, философы, идеологи, типа того же Дугина, который сейчас преподают в университетах, они просто будут вынуждены, я думаю, уйти. Что касается вообще российского образования, то, безусловно, при Путине идет его деградация, причем не только гуманитарного образования, но и вообще образования в целом. Коррупция тотальная в высшей школе, полные истребли, били фактически независимую Академию наук, это тоже влияет. То есть еще даже в советские времена Академия наук была таким островком относительной независимости. Там можно было, там многие были какие-то люди там полудиссидентские или диссидентские взгляды входили, типа Академика Сахарова, который так и не потерял свой статус Академика, хоть и был выслан, и избирали там неугодных властям людей в Академике, а угодных, наоборот, проваливали. Сейчас эта поляна полностью зачищена. Академия наук превратилась просто в очередное министерство, фактически, путинское, которое в ручном режиме управляется администрацией президента. То есть, конечно, все эти последствия тяжелые будут, но я думаю, что после того, когда этот режим падет, университеты будут как-то выкарабкиваться из этой его ямы, в которой Путин их посадил. И Академия наук тоже будет выкарабкиваться. Я думаю, что все-таки это не фатальное разрушение в области образования и науки. Хотелось бы, чтобы учителя в первую очередь как-то сказали свое слово «нет», потому что, по сути, сейчас их просто раздевают. Вот покажем сейчас фотографию нашей аудитории. Город Северский в России, это Томская область. Там учителей просят передать часть зарплаты в фонд поддержки мобилизованных. Напомню, что средняя зарплата учителя Северский – это 30 тысяч рублей. Это следует из объявления на сайте по местному трудоустройству. В какой именно фонд пойдут эти деньги в документе, не говорится. Но, тем не менее, вот такие абсолютно скотские предложения для людей с низкими зарплатами. Я так понимаю, что даже тот, кто, наверное, эту бумажку не подпишет, будет еще предателем, возможно, в коллективе считаться. Скажите, Игорь, а вот то, что такие ужесточения происходят именно в 2022 году, и кафедра военной журналистики, и промывание мозгов детям, школьникам, студентам, ну, то есть абсолютно каждой категории населения, означает ли то, что Путин не был готов к тому, что сейчас происходит, и уже это просто импровизация и агония? Вот вопрос успел поставить, а, к сожалению, Игорь Рейдман прямо в этот момент пропал. Если вы услышали мой вопрос, Игорь, скажите, пожалуйста, или повторите его. Я услышал этот вопрос. Что я могу сказать? Меня это тоже не удивляет, потому что вот этот год, когда начался новый виток широкомасштабного же, виток агрессии России против Украины, именно этот год внутри страны ознаменовался таким резким переходом от такого авторитарной системы к уже фактически тоталитарной. Поэтому закручивают гайки везде, и, естественно, в сфере идеологии, в сфере образования, воспитания подрастающего поколения, гайки закручивают еще активнее, чем где бы то ни было. Тем более власти Комбо очень комплексуют и переживают, что они теряют, уже фактически потеряли молодежь, которая не смотрит их телевидение и, по большому счету, совершенно не разделяет, по крайней мере, в крупных, больших городах, студенчество и так далее, не разделяются эти пропагандистские, уропатриотические нарративы. И они пытаются использовать любые возможности, чтобы начать наладить, как они говорят, работу с молодежью идеологической, ее оболванивание и окучивание. Но, как я уже сказал, это все повторяет советский опыт, и я думаю, это будет так же безуспешно, как и было в Советском Союзе. Да, но означает ли это, что Путин не был готов к таким итогам, что ему придется именно таким образом закручивать гайки? Мы ни в коем случае сейчас его не пытаемся оправдать, а просто ход логики. То есть это уже агония как бы как вынужденное следствие после того, какой результат он получил на поле боя? Или это плановое закручивание гая? Как вы думаете? Нет, ну вообще, как бы вот эти все разговоры путинские, что все идет по плану, на абсолютно чистой воды абсурд, чепуха, потому что совершенно понятно, что он не на это рассчитывал. Он рассчитывал на легкую победу в Украине, он рассчитывал на то, чтобы потом поставить в Украине кого-нибудь своего ставленника, и потом собрать их вместе с Лукашенко на новую такую Беловежскую пущу, только со знаком минус. То есть в Беловежской пущу тогда Ельцин, Сушкевич и Кравчук распустили Советский Союз, а он бы восстановил некую постсоветскую Российскую империю в составе уже России, Украины и Беларуси. Ничего, естественно, из этого не получилось. Получил он полный провал, его планы получили, и он не планировал, конечно, ничего происходящего сейчас. И мобилизация не планировалась, он планировал и говорил об этом многократно, вести войну с помощью профессионалов, наемников, ни в коем случае не делать так, чтобы эта война постучалась в дверь рядовых россиян, в дверь обывателей, чтобы обыватели были в нее втянуты. Потому что он своим обывателям не очень сильно доверяет, и он не хотел, чтобы обыватели были шокированы всем происходящим. А именно это и произошло. Сейчас все опросы показывают, что после введения частичной так называемой мобилизации уровень тревожности в стране вырос в два раза. И вообще все оценки ситуации тоже сместились. То есть россияне, когда началась война, это совершенно не повлияло в негативном плане на общественную атмосферу, общественный климат в России. Россияне как-то не сильно на это стали концентрировать внимание. Испугались они только, когда возникла угроза, что их самих погонят в армию, оторвут от теплых диванов и заставят лишать в каком-нибудь окопе под очередным украинским городом. И тогда, да, и все это, естественно, Путин не планировал и не хотел. Но ситуация изменилась, и он теперь пытается судорожно предпринимать действия в разных направлениях, как в военном, так и в идеологическом, в политическом, действуя эти хаотичные в значительной степени. И, как я думаю, обречены на неудачу. В том числе, это попытка срочно идеологически накачать население, молодежь с помощью каких-то новых курсов, предметов, там, в школе, в вузы и так далее. Спасибо вам огромное. Игорь Эйдман, политический эксперт, российский социолог и публицист, был с нами на канале Freedom. Спасибо огромное. Субтитры подогнал «Симон»